Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. И сегодня гость нашей программы, благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии, священник Игорь Нагайцев. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно в этот вечер находиться вместе с вами. Я хочу сразу сказать, что мы работаем в прямом эфире. В нашей студии работает телефон, номер его, я думаю, хорошо известен многим, 508-86-84. Если у вас есть какие-то вопросы к благочинному, вы можете набрать этот номер и непосредственно задать их нашему сегодняшнему гостю. Ну, а первый вопрос задам вам я. Итак, во-первых, позвольте поздравить вас с тем, что вы возглавили самое крупное благочинение Московской епархии. Это зона особой ответственности, наверняка. И вопрос первый, с чего вообще вы планируете начать, а может быть, с чего вы уже начали свою деятельность в новой должности? Наверное, это все-таки должность, да, благочинная? Это должность, административная должность, которую занимает все-таки священник. И наша большая московская епархия, которая в себя вмещает всю Московскую область, она разделена на благочиннические округа. И вот таких округов у нас 50. И одним из этих округов является Одинцовский округ. Он входит в границы Одинцовского муниципального района. И, соответственно, с этим все храмы, которые находятся в Одинцовском районе, подчиняются Одинцовскому благочинению. Повторюсь опять же, что прежде всего благочинный – это священнослужитель. И, конечно же, для меня, как для священнослужителя, очень важно не только исполнять административные какие-то функции, но тем не менее быть человеком, который готов слышать и готов принимать ту информацию, которая волнует жителей Одинцовского района, которая волнует прихожан наших храмов. А прежде всего для того, чтобы оперативно давать ответы на возникающие вопросы и по возможности устранять те шероховатости в нашей жизни, которые, наверное, присутствуют. Ну и все-таки вот первые шаги, можно ли, несколько конкретных примеров, может быть, планов? Вы знаете, вы правильно сказали, что Одинцовское благочинение – это особое благочинение, потому что за последние годы уровень работы с образовательными учреждениями, уровень работы с социальными учреждениями, уровень взаимодействия со светской властью, был поднят на такой высокий уровень, что действительно другие округа благочиненческие подчас берут пример с Одинцовского округа в своей работе. И, конечно же, огромное количество проводится мероприятий, огромное количество проводится совместных мероприятий с различными службами. И, конечно же, мы будем все это продолжать делать и стараться развивать, и чтобы наше сотрудничество, оно было не только более в количественном объеме увеличивалось, но и более качественно. Ну и хотелось бы, чтобы вы рассказали хотя бы немного о себе. Вы много лет являетесь настоятелем Никольского храма в селе Сидоровское. Вы создали при храме уникальную православную гимназию «Светоч». Плюс к этому вы настоятель Михаила Архангельского храма в Краснознаменске, теперь еще и Георгиевского собора. Вот, во-первых, откройте секрет, как можно успеть, ведь это действительно огромная нагрузка. Ну и все-таки, а начать все-таки с рассказа краткого о себе. Ну, из личной информации, я родился в Туле, в верующей семье. В Туле начал свои первые шаги в церковной жизни, закончил потом уже Московскую духовную академию. Был рукоположен в 2005 году и был назначен на приход. Тогда он назывался Пантериновский храм, поселок-санаторий Менигерцена. К сожалению, я там не так долго просто служил, потому что решением владыки митрополита был переведен в Никольский храм в селе Сидоровское. Это 2008 год. Действительно, вот совсем скоро исполняется 10 лет, как я являюсь настоятелем Никольского храма в селе Сидоровское. Действительно, вот та школа, которая создана при храме, является уникальной, потому что носит такой, знаете, семейный характер обучения. Мы всегда позиционировали себя как некую составляющую образовательную, составляющую по отношению к родителям. Наша работа заключалась в том, что мы воспитываем ребенка первую половину дня, вторую половину дня воспитывают его родители. Действительно, в этом уникальность школы есть. Хотя школа абсолютно, скажем так, полноценная, общеобразовательная. Она имеет свою лицензию, аккредитацию, все необходимые документы. И действительно, она очень востребована. В ней сейчас включаются больше 120 человек. Это дети с 1 по 11 класс. Никольский храм – это один из старейших храмов Одинцовского района. Много сделано для того, чтобы он приобрел то величие, которое он имел до его разрушения. И, конечно же, основной задачей, которая была поставлена Ладыко-Митрополитом и отцом Нестором – это строительство храма в городе Краснознаменске. Как вы знаете, наверное, это достаточно большой населенный пункт. Вот примерно в нем проживают 45 тысяч человек. Но в тот момент, когда я был назначен, в нем не было ни одного храма. И за эти годы удалось построить не только один храм, центральный храм космических войск, как он называется, храм Архангела Михаила. Удалось построить и Лазаревский храм на городском кладбище, и в воинских частях, которые дислоцированы на территории города, также открыть еще две молельные комнаты. Все эти храмы сейчас востребованы и военнослужащими, и простыми горожанами. Поэтому буквально совсем скоро, 30 октября, будет ровно год, как Ладыко-Митрополит осветил Михаил Архангельский храм. Поэтому мы встречаемся с вами практически в годовщину этого события. Вообще есть хорошая присказка, что стройки храмы наполнятся. Сколько бы храмов ни было, они все будут всегда наполнены людьми. Вопрос здесь действительно в строительстве. Надо строить, строить, строить эти. Действительно, это очень ярко видно на примере города Одинцова. Наверное, когда Георгиевский собор еще не был открыт, и Гребенский храм был полон. Многие вопросы задавали, да, нужен ли. Когда открывался Георгиевский собор, наверное, трудно было представить, что такой огромный собор будет наполнен людьми. Но сегодня достаточно прийти в воскресный день в Георгиевский собор и Гребенский храм, для того, чтобы убедиться, что оба храма опять наполнены людьми. Я бы даже сказал переполнен, если можно такое слово употребить. То есть требуется, вообще-то, конечно, наверное, продолжить это строительство. Но вопрос, я понимаю, не только от вас. Это зависит. Мы идем по этому пути и стараемся, чтобы учесть все пожелания людей, которые к нам обращаются с просьбой о строительстве храма в том или ином районе. И сейчас идет строительство не одного храма в Одинцовском районе. Сейчас строится храм в городе Голицыно, храм Серафима Саровского. Там уже идут отделочные работы. Также строится, уже построился храм, но, тем не менее, не в полном объеме в поселке Лесной городок. То есть это вот те храмы, которые в ближайшее будущее ждут освящения. Поэтому надеемся, что и не только эти храмы будут закончены и полностью уже переданы прихожанам все-таки. Потому что храм не строится для настоятелей или для духовенства. Храм строится для людей, которые туда приходят. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Я предлагаю ответить телезрителю и потом продолжить наше общение. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте Ваш вопрос благочинному. Здравствуйте. Я жительница города Одинцова, Юлия. У меня такой вопрос. Батюшка, есть ли у Вас семья, дети? Какого возраста? Расскажите, пожалуйста, о себе. Нам очень интересно. Спасибо. Здравствуйте, Юлия. Мне очень приятен этот вопрос. Да, у меня есть семья. Я представитель белого духовенства. То есть духовенство, у которого есть семья. У меня трое детей. Все это девочки. Возраст разный. Двое погодок. Есть девочка 12-11 лет, и вот еще маленькая, совсем семилетняя. Все ходят в одну школу. Как и все дети, наверное, иногда не всегда слушаются. Тем не менее, я горжусь своей семьей и очень люблю свою семью. Поэтому даже какие-то отсутствие времени, тем не менее, оно не дает мне права не уделять им время. Ну, я знаю, что обычно всегда интересует вопрос еще светского образования. Есть ли у Вас светское образование? Потому что, скажем так, это тоже многое может сказать. Физик Вы или лирик по светскому образованию, если оно, конечно, у Вас есть. Вы знаете, я все-таки, наверное, по своей сущности не физик и не математик. Вот, наверное, больше у меня есть склонность к гуманитарным наукам. Как я уже говорил, я закончил и получил начальное духовное образование, и среднее духовное образование, и высшее духовное образование. В свое время даже поступал на исторический факультет, туда поступил, но учиться не пошел. В силу того, что получил благословение, поступать сразу на, получать духовное образование, и не обучаться в светском УЗИ. Ну что ж, и следующий мой вопрос. Вот мы уже немножко об этом поговорили, о том, что благочины, это все-таки скорее административная должность, да, и называется это должность, это Ниссан. И, конечно, Одинцовский округ Московской епархии велик, очень велик. Не опасаетесь ли Вы, что вот административные обязанности, вот эта вот круговерть административных забот не даст Вам уделять достаточно времени духовной сфере? Вы знаете, мы недавно совсем разговаривали с одним человеком по этому вопросу. Я у него спросил, как Вы считаете, кто такой благочинный? Он мне долго пытался объяснять, и потом говорит, ну это тот, кто руководит, наверное, священниками в определенном округе. На что я ему ответил, что прежде всего благочинный тот, кто имеет возможность иногда помогать священнослужителям и заступаться за них в некоторых ситуациях. Потому что, к сожалению, нападки на священнослужителей тоже бывают. И благочинный, скажем так, тот человек, который принимает первый удар в таких ситуациях. И все-таки благочинный, даже само по себе слово благочинный, оно в себе уже, наверное, и кроет ответ на Ваш вопрос. Потому что благочинный, это значит тот человек, который следит, чтобы все совершалось по чину. То есть благо по чину, да. И прежде всего, это, конечно же, богослужебная жизнь. Богослужебная жизнь не только в тех храмах, где я являюсь настоятельным непосредственно, но и в других храмах благочинения. Поэтому вот эту составляющую, которая является главной составляющей любого священника, ее никак нельзя терять и никак нельзя уменьшать в угоду административной деятельности. Если провести аналогию со светской жизнью, то играющий тренер, наверное, да, можно так сказать? Ну, наверное, так, да. Если можно выразиться таким спортивным языком, наверное, так. Так. 14 мая 2017 года владыка Ювеналий осветил закладной камень в основании воскресной школы при Георгиевском соборе. Ну, вот Вы сказали о строительстве храмов. Хотелось бы узнать, как идет строительство этого объекта. Но мне подсказывают, что у нас есть звонок, и давайте мы ответим телезрителю, а потом вернемся к этому вопросу. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте Ваш вопрос нашему гостю. Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Мне 38 лет. Я житель Одинцова. Могу я спросить у батюшки? Такой вопрос. Вот меня покрестила крестная мама в свое время и, скажем так, перестала общаться после этого. Вот. Очень долго тоже живет в Москве. Вот как к этому относиться? Как это воспринимать? А крещение в каком возрасте Вы приняли крестную маму? Лет 10 назад. В лет 27 мне было 26. В зрелом уже возрасте, да? Да. Андрей, спасибо за вопрос. Действительно, такие ситуации случаются. Случаются, потому что, к сожалению, вот во времена 90-х годов, когда церковь получила относительную свободу, большое количество людей стало приходить в храм для того, чтобы принять свое крещение. И очень часто, к сожалению, не было даже возможности поговорить с человеком, который желал стать крестным родителем. Слава Богу, что благодаря все еще патриарху Кириллу вот эта некая отрицательная сторона общения, она была изъятой из церковной жизни. Потому что для того, чтобы сейчас совершить крещение, необходимо пройти гласительные беседы. Это обязательные условия. К сожалению, опять же, очень часто так бывает, что крестные пришли на беседу, они покрестили ребенка и потом пропадают. И, казалось бы, что делать, да? А миссия крестного в чем вообще заключается? Миссия крестного заключается в духовном воспитании ребенка. Он несет полноценную ответственность за ребенка, которого он крестил, как за своего собственного. И если он по тем или иным причинам от этого устраняется, то это считается грехом? Это считается неправильным, понимаете? Это считается неправильным, но бывают случаи, когда, предположим, попросили одного человека покрестить в другом городе ребенка. Он приезжает, совершается крещение, он уезжает. И он, конечно же, наверное, не может полноценно участвовать в воспитании этого малыша. Но что есть главное? Есть главное, что он имеет возможность за него молиться перед Богом. Потому что главная обязанность крестного родителя – это предстательство пред Богом за своего крестника. Если хотя бы такую возможность человек имеет, это уже не так мало. И вот в данном вопросе, который озвучил Андрей, наверное, если вы имеете желание восстановить вот эту некую связь с своими крестными родителями, наверное, прежде всего нужно обратиться к Богу, чтобы Господь вам, наверное, и причину накрыл, почему так получилось. И, возможно, эта причина, она, знаете, в каком-то нестроении просто ваших отношений, изъять ее из ваших отношений достаточно легко, и тогда все эти вопросы отпадут сами собой. Ну, я вот, честно говоря, не спросил у Андрея, является ли он прихожанином какого-то храма. Может быть, ему бы тоже имело смысл обратиться к своему духовнику за более таким подробным беседой. Безусловно, есть вопросы, которые ни один прямой эфир не способен решить. Потому что для человека, который ищет ответы на свои вопросы, необходимо все-таки прийти в храм. Потому что вы же, наверное, заметили, что только в православной церкви такое таинство, как исповедь, свершается, что называется, глаза в глаза. В западной церкви все-таки это свершается за какой-то ширмочкой, там можно не увидеть лица, там можно не увидеть глаз человека. А у нас свершается это вот глаза в глаза, для того, чтобы действительно видеть, как человек реагирует. Действительно ли в его глазах есть покаяние, или он это делает формально по отношению к Богу и по отношению к священнику. Ну что ж, я думаю, что Андрей получил совет, которого окажется достаточно. Ну что ж, батюшка, вот что касается воскресной школы при Георгиевском соборе, хотелось бы узнать, как, когда. Секундочку, у меня подсказывает, что еще есть звонок к этому вопросу, мы успеем, я думаю, вернуться. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос благочинному, представьтесь и спрашивайте. Здравствуйте, батюшка, меня зовут Людмила, я из Одинцова. Мы с мужем 25 лет в браке. Ну, мы зарегистрировались 25 лет назад в ЗАГСе, и муж вот пока не хочет венчаться. Мой вопрос такой, после смерти мне будет закрыта дорога, старшая небесная? Людмила, во-первых, я вас хочу поздравить, у вас среберная свадьба, насколько я разбираюсь в исчислениях. У вас среберная свадьба. Во-вторых, у вас зарегистрирован брак в органах ЗАГСа. Да. И вы по отношению друг к другу являетесь законными мужем и женой. Да. Просто вы живете без церковного благословения. Да. Но, очень важный момент, церковь признает регистрацию отношений в органах ЗАГСа и расценивает вас как мужа и жену. Поэтому никакой дороги, как вы сказали, вам закрыта быть не может. И все зависит будет от вашего внутреннего состояния и от состояния внутреннего вашего супруга. Спасибо, Батюшка Игорь. Всего доброго, до свидания. Ну что ж, Батюшка, пока еще звонком нас не отвлекли, вернемся все-таки к воскресной школе. Насколько важен, во-первых, этот объект? Когда один собственный получит такой подарок? Опять же, вернемся в начало. Наверное, 10 лет назад, когда собор только построился, наверное, ни у кого не приходило в голову, что он будет настолько востребован, и что он будет востребован прежде всего детьми. Сейчас в соборе занимаются более 200 детей. Там есть и шахматные секции, там есть и направление игры на гитарах, и на каких-то духовых даже инструментах. То есть очень большое количество направлений, которые очень востребованы. Детьми от 6 лет и уже старшими школьниками. И, конечно же, сейчас в последнее время очень сильно возник вопрос о том, где расположить все эти секции, где расположить все эти кружки и прочее. И, конечно же, благодаря, опять же, вот этому соработничеству с церкви и местной власти, и благодаря, прежде всего, Андрею Робертовичу, который выделил, и участок земли помог с его выделением, да, и помог с тем, чтобы это все было в непредственной близости от собора, и, опять же, была большая помощь в прохождении экспертизы и всего остального. Помощь – это не значит, что какие-то были преференции сделаны. Да, это действительно, как вы понимаете, достаточно финансово затратные составляющие строительства, поэтому, благодаря его помощи, все это было сделано. И сейчас, насколько мне известно, вот буквально информация вчерашнего дня, новое здание, которое будет располагаться около Георгийского собора, оно прошло экспертизу. Проект прошел. Проект прошел экспертизу, да. И сейчас уже стоит вопрос о получении решения строительства и начале работ по возведению этого здания, в котором смогут комфортно расположиться все те направления деятельности, социальные, прежде всего, которые проводит собор. Людей становится действительно все больше, детей становится все больше, и действительно им нужны хорошие, благоприятные условия, чтобы они могли полноценно заниматься различными видами и спорта, и другими направлениями своей деятельности, вырезанием, выжиганием, рисованием и так далее. И, конечно, нам хочется, чтобы привлечь не только детей, которые уже находятся в возрасте семи лет и выше, но и совсем маленьким тоже что-то предложить, чтобы мамы могли, предположим, прийти в организованную группу, посадить ребенка, где бы с ним поиграли, а сами просто пошли бы на богослужение, хотя бы полчаса посвятили Богу. Потому что мама с маленьким ребенком, приходящим в храм, она постоянно вынуждена отвлекаться на своего малыша. Ей очень тяжело, понимаете, сконцентрировать свое внимание. Если будет такая возможность для мам, у которых совсем маленькие дети, двух-трех лет, наверное, я думаю, тоже будет востребовано. И все-таки срок хотя бы приблизительный? Мы надеемся, что если все будет благополучно, то в 2018 году начать строительство. Как будет исполняться этот проект, мы не можем сказать, что это будет, наверное, быстро, и такие же рекордные сроки будут, как по постройке Георгийского собора. Но поверьте мне, мы приложим все свои силы для того, чтобы как можно быстрее этот объект сдать и вести в эксплуатацию. У нас есть телефонный звонок, я предлагаю еще на один звоночек принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте вас вопрос. Меня зовут Ирина, здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос, даже вот слезы проступают. Мне 78 лет. Дальше креститься было нельзя. У меня папа, ну, серьезный военный начальник был и мама. И, конечно, никто нас не крестил. И крестилась я в 41 год. Это был 80 какой-то год. И по секрету от всех мы поехали с моей сотрудницей. Она крестила свою внучку и я. И было это где-то, по-моему, Свинорин. В общем, далеко где-то. И вы знаете, как нас крестили? Нас поставили полукругом. И батюшка вот так нас крестил. Конечно, никакой у меня крестный, никакого крестного. Вот так как бы нас покрестили. Скажите, я крещенность считаюсь или нет? Вы считаетесь абсолютно полноценно крещенным человеком и членом православной церкви. Я, возможно, объясню немножко, почему и с чем было это связано. Все дело в том, что взрослый человек, конечно же, в обычных нормальных условиях, когда это не связано с гонениями на церковь, крестится полным погружением. Для этого необходимо, чтобы был какой-то небольшой бассейн или купель. Вот сейчас, в настоящее время, когда церковь имеет абсолютно полную свободу в действиях, такой бассейн или купель, или, как я называю, еще баптистерия, есть практически в каждом храме. В то время, когда вы крестились, это 37 лет назад, насколько я понимаю, в то время, к сожалению, само по себе крещение являлось подвигом. И то, что вы это сделали, это уже говорит о том, что вы имели очень твердое основание и очень твердая уверенность в том, что Бог существует. В таком возрасте, в котором вы крестились, вам не обязательно было иметь крестных родителей, потому что вы находились в возрасте, когда имели возможность сами держать ответ перед Богом за свои действия. Поэтому хочу вас успокоить. Вы абсолютно полноценный член церкви и крещенный человек. Я желаю вам дожить еще минимум до 100 лет и рассказывать этот случай, как вы крестились своим родным и близким, чтобы они гордились вами. Спасибо, батюшка. А знаете, почему я задаю вам этот вопрос? Лет 5 или 7 назад мой сын самостоятельно крестился, и у него даже существует документ. Хотя он тоже, ему уже было лет 40, наверное. У него даже существует паспорт или как. Его и окунали, и все. И когда он мне это сказал, я каждый раз хотела задать вопрос, окрещенный ли я. И я все стеснялась. А сегодня почему-то мне так уютно с вами. И я вам этот вопрос задала. Спасибо вам большое за добрые слова, которые вы произнесли. И еще раз вам пожелаю долголетия и всего самого хорошего. Ну что ж, хотелось бы все-таки продолжить разговор о воскресной школе. Я знаю, что распространено у некоторых людей мнение в некоторых кругах о том, что государство или муниципальная власть в той или иной сфере, в той или иной мере финансирует храмы, финансирует благочиние. Ну, насколько я понимаю, это не так. Церковь финансово абсолютно самостоятельная организация. И поэтому я понимаю, что во многом, например, строительство той же воскресной школы Георгиевского собора будет зависеть и от финансовых пожертвований, от пожертвований прихожан, жителей Одинцова, жителей Одинцовского района. То есть я так понимаю, что действительно это вопрос важный. Конечно, это вопрос важный. Вы совершенно правильно понимаете структуру финансирования, потому что мы можем получать какие-то небольшие, скажем так, небольшую помощь. И то не от государства, а от меценатов, которые могут и имеют возможность помочь определенному храму или определенному роду деятельности церкви. Никакого прямого государственного финансирования церковь не имеет, никогда, по большому счету, не имела. Что касается нашего частного случая относительно здания воскресной школы, действительно, это большая очень сумма. И, конечно же, только за счет пожертвований в виде свечей или записок, которые люди подают в храме, конечно же, сделать это невозможно. Потому что, действительно, сумма очень значительная. Но, тем не менее, когда этот проект был разработан, было принято решение попытаться его осуществить, ввиду того, что нет необходимости при таком огромном храме, при таком огромном количестве людей, которые приходят в этот храм строить маленькое здание. Поэтому, конечно же, постарались учесть все необходимое, постарались учесть и какую-то спортивную составляющую этого вопроса, и все. И, конечно же, мы нисколько не претендуем на государственное финансирование этого проекта. Но, тем не менее, были бы очень признательны, если бы крупные инвесторы, которые есть в нашем районе, откликнулись, и нам с этим вопросом, конечно же, помогли. Потому что, на мой взгляд, все-таки это в большей степени проект социальный. Он не имеет возможности для самоокупаемости и в любом случае несет пользу людям, пользу детям, людям. И поэтому, если бы такие инвесторы нашлись, мы были бы очень признательны за эту помощь. Батюшка, вот Вы уже сказали о строительстве новых храмов. Вы упомянули и храм, и лесной городок, и Голицыно. Тем не менее, практически всегда, когда разговариваешь с людьми на эту тему, возникает вопрос строительства полноценного храма в микрорайоне Новая Трехгорка. И всегда, как правило, люди спрашивают, не будет ли строительства тоже полноценных храмов в очень больших микрорайонах. Это Гусарская баллада и Дружба монолит. То есть, там тоже сопоставимы с Краснознаменском. Ну, поменьше, конечно, но сопоставимы по численности. Это не на порядке отличается. Вы знаете, дело даже, наверное, в том, что сейчас существует немножко новый, другой подход по отношению к строительству храмов в разных микрорайонах. Сейчас, когда закладывается микрорайон в некоторых муниципальных образованиях, там уже принципиально решен вопрос, что там будет детский сад, школа, какие-то другие социальные службы. И оставляется место для строительства православного храма. Как объект социальный. Да. Ввиду того, что, по большому счету, в нашем районе уже многие комплексы построены, конечно же, сложно найти очень какой-то хотя бы небольшой участок земли для того, чтобы на нем возвести православный храм. Такой участок земли был найден вот в районе Трехгорки. И, как, наверное, многие жители Одинцова знают, там даже сейчас свершаются богослужения. Там отец Иоанн, настоятель этого храма, соединил два вагончика. Они как-то утеплили, да, все это. И самое главное, что приходит более ста человек каждый воскресный день и каждый праздник на эти богослужения. То есть людей не пугают, конечно же, некомфортные условия там, да, которые там, к сожалению, наверное, есть. То есть, да, молодых мам не пугает то, что это не полноценный храм, а вот такое временное пока сооружение. Но, к сожалению, есть сложности с тем, что совсем недалеко там проходит теплотрасса. И, конечно же, в этом вопросе нужно до конца разбираться, кто неправильно совершил какие-то измерительные действия, что в такой близости от и детской площадки, кстати, и предполагаемого храма расположили вот эти вот теплотрассы. Ну, уже, наверное, даже искать виноватых не стоит в этой ситуации. Давайте уже будем решение этого вопроса искать, да. Вот решение пока на данный момент, да, как мне видится, это возведение какой-то, может быть, временной, но более благоустроенной конструкции в виде православного храма для того, чтобы не обижать тех людей, которые привыкли ходить и молиться на это место. Потому что, безусловно, я уверен, что найдутся и те, кто будет против этого храма. Но давайте мы все-таки будем уважительны и с любовью относиться ко всем тогда. И с тем, кто не хочет этого храма, и к тем, кто приходит каждый воскресный день молиться на это место. Мы должны услышать мнение всех людей. И тогда, наверное, мы сможем найти какое-то правильное решение. А решение это просто, я уверен, что существует. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте Ваш вопрос батюшке. Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Оксана. Мы жители города Голицыно на улице Советской. У нас там устроится часовня от, наверное, пограничного института, как я понимаю. И нам, знаете, очень хотелось бы приезжать детишек. Но, как понимаю, нам в часовне этого не может быть, да, совершаться. Причастие, вот, литургии. Вот. И такой вопрос. Не планируется ли строительство храма на нашей улице, на Советской, вот на этой стороне? В Голицыно какой-то. Потому что очень хочется ходить на службу, детишек причащать. Но поблизости ничего нет. Только вот с Серафимом Саровского, но это на той стороне. Приходится там или на пум, на мост, или машина, такси вызывать. Спасибо за вопрос, Оксана. Действительно, в Голицыно, на центральной улице, строится часовня, посвященная столетию пограничных войск, которую совсем скоро мы будем праздновать. И это часовня станет центром некого мемориального сквера, вот на этой улице. Действительно, в часовне мы не можем совершать божественную литургию, мы не можем совершать какие-то службы, которые требуют определенного устройства и алтаря, и храмового устройства. Но я знаю, Оксана, что у вас очень хорошая там глава Голицыно, Александр Николаевич Дудоров. Если вы обратитесь с просьбой к нему о строительстве еще одного храма, например, в том парке, о котором он так радеет, который расположен на берегу реки, 1812 года, да, посвященный герой? Да, да, да. Я думаю, что он вас услышит, и хотя бы небольшой храм, человек на 250-300, я думаю, он сможет вам построить. А мы всячески будем поддерживать и вас, и если он примет такое решение, его в этом решении. И, конечно же, будем стараться, чтобы все ваши желания и чаяния, они были исполнены. Ну, я думаю, что надо еще совместно, еще с главой Голицыно обратиться еще к главе Одинцовского района, поскольку он оказывает вам серьезную помощь, я думаю, что и здесь его поддержка обязательно будет. Вы знаете, вот мы с вами начали с того, как все успеть, да, как все успеть. И, конечно же, вот в начале программы я даже не знал, как ответить так, чтобы это вместить. Чтобы поверили. Да, чтобы вместить в рамки нашей передачи. Но, знаете, очень часто так бывает, что один человек ничего сделать не может. И тогда человек что начинает делать? Начает молиться. Молиться к Богу, обращаться к Богу, просить Бога, чтобы Господь послал ему людей, которые ему помогли бы это делать. Так было и в Селесидорске, так было и в Краснознаменске. И я уверен, что Господь услышит нашу молитву и здесь, на Одинцовской земле. Что пошлет нам тех людей, которые действительно сплотятся единой идеей. И мы все вместе будем реализовывать то, что было задумано еще раньше. И идти вперед. В жизни Одинцовского благочения на протяжении многих лет существует большое количество знаменательных событий. Уже они стали привычными, уже стали традиционными. Это и рождественские чтения, и встречи церковь и молодежь, и молодежный пасхальный крестный ход. В этом списке будут ли какие-то изменения? Он будет расширяться, может быть? Я, конечно, надеюсь, что он не будет сужаться. Только как раз на днях была встреча управления образованием, на которой обсуждали действительно рождественские чтения, которые совсем скоро будут открыты в Московской области. Они откроются и в Одинцовском районе. Обсуждается из того списка, что вы перечислили, и встреча церковь и молодежь, которая пройдет в феврале месяце перед началом Великого Поста. Обсуждается также и конкурсы «Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость», и совместные праздники, посвященные Дням Стоянской пересвенности и культуры. И много-много еще есть событий, которые уже стали не просто чем-то особенным, а уже стали традицией на Днямсовской земле. Я думаю, что список этот может изменять только в одну сторону, в сторону его пополнения. Но никак не сокращение и никак не качественное изменение. Проведение таких мероприятий – это тоже затратное достаточно дело. И понятно, что любое прибавление в этом списке – это серьезные расходы. Вы знаете, это, безусловно, расходы. Но давайте все-таки не будем все измерять деньгами. Это очень важный момент. Почему? Потому что мы так привыкли, что мы все начинаем оценивать. Есть вещи, которые невозможно оценить. Невозможно оценить восход солнца, невозможно изменить солнечный свет. Не нужен бизнес-класс для восхода солнца. Да, все равно оно встанет, и, как сказано еще на написании, оно светит над всеми – над грешными, над добрыми. Что же касается какой-то нашей составляющей, к которой мы действительно вынуждены на нее обращать внимание, то, знаете, я опять же подчеркну, что мы всегда находим полное понимание и у главы Денцовского муниципального округа района Андрея Иванова, и у его замов, и у администрации. Поэтому, если они нас поддержат здесь, на земле, то наша поддержка их, своей молитвой, своим как бы добрым расположением и нас, и прихожан, она тоже, я думаю, им будет важна и будет помогать им в их деятельности. Потому что, к сожалению, так получается, что большинство людей, которые обличены властью, они встречаются в большей степени с каким-то негативом. И, конечно же, иногда это сильно может влиять на их внутреннее состояние. Если люди им будут говорить спасибо и будут благодарны, то это тоже очень много значит и для них лично. Поэтому надеемся, что вот это сотрудничество благотворное, которое было, которое есть сейчас, оно будет продолжаться, и мы не будем останавливаться и будем идти дальше, вперед. Наша сегодняшняя встреча проходит накануне большого праздника, 4 ноября. Страна отмечает и День воинской славы России, и осенний праздник Казанской иконы Божьей Матери. Кстати, до революции, до 1917 года этот праздник был государственным и отмечался очень широко. Вот большую роль тогда в объединении русского народа для того, чтобы выступить и за веру, и дать отпор иноземным захватчикам, сыграли не только князь Минин и Пожарский, но и патриарх Гермоген, как всегда бывает, церковь и здесь возглавила хорошее дело. Вообще, вот насколько важен этот религиозно-светский, можно так, наверное, через Дефис, да, праздник, и как он будет отмечаться на территории нашего района? У нас есть несколько церковно-государственных праздников, как они называются. Это День народного единства, в день, когда празднуется память иконы Божьей Матери Казанская. Это День славянской письменности и культуры 24 мая. И, конечно же, этот праздник находится на стыке государственности и церковности нашего народа. И, конечно же, очень приятно, что такое большое внимание уделяется, особенно последние годы этим праздникам, потому что, действительно, есть праздники, которые являются некой доминантой для общества. И, если правильно давать информацию людям об этих праздниках, да, если правильно давать им возможность проявлять свои чувства по отношению к этим праздникам, то, конечно же, их значение для общества будет огромным. И, конечно же, в этот день, прежде всего, пройдут богослужения во всех храмах, как Одинцовского благочения, так и Московской епархии. Конечно же, будут износиться молитвы и о властях, и о воинстве, и о народе, и о всех тех, кто нуждается в поддержке Бога в повседневной жизни. И, поверьте мне, это очень важно. И когда молится один человек, это важно. Когда молится вся церковь, то это важно для каждого человека. Но для того, чтобы это было молитвой всей церкви, необходимо в этот день тоже прийти в храм. Насколько я знаю, этот день является выходным днем. И поучаствовать в этой молитве. Поэтому приглашаю вас в те храмы, которые вы посещаете, которые расположены недалеко от места вашего проживания. И, поверьте, выйдя из храма, вы почувствуете праздник всем сердцем. Конечно же, можно просто посмотреть по телевизору, можно каким-то другим образом поучаствовать в этом событии. Но если вы начнете свой день с посещения храма, вот это будет правильно. И, поверьте мне, вечером вы получите совершенно другие эмоции и дадите оценку этому дню совершенно по-иному, нежели вы давали эту оценку в предыдущие годы, когда, возможно, не посещали богослужение. Просто попробуйте. Я только хотел сказать, что людям воцерковленным известно, насколько мощный это инструмент, общая молитва о чем-то, совместная молитва на какую-то одну, скажем, там, тему, посвященную одной мысли какой-то. А людям не воцерковленным этот опыт не знаком. И поверить в него, конечно, поверить в то, что это существует, это действительно надо попробовать. Может быть, 4 ноября. Здесь опыт, просто опыт, понимаете. Если вы хотите проверить на собственном опыте это, просто встаньте все вместе вечером, всей семьей, папа, мама, возможно, другие члены вашей семьи, дети, просто прочитайте молитву «Отче наш». Вот хотя бы это, потому что молитва, она в любом случае объединяет, понимаете. Нам, к сожалению, очень часто не хватает этого объединительного начала. И это начало нам дает молитва. Церковь всегда выступала неким началом объединительным по отношению к обществу. И вы знаете, что наше общество очень многогранно, оно многонационально, многоконфессионально. Но, тем не менее, есть то, что скрепляет наше общество как единый монолит. Это молитва, и это веротерпимость, и проявление терпения по отношению к другим конфессиям. Это добрые отношения и работа в социальной сфере всех, кто может чем-то поддержать людей. То есть это действительно то, что нас объединяет. Объединяет любого русского человека, вне зависимости от его национальности, или вероисповедания даже подчас. Я вот не помню точно, но, по-моему, когда Иоанн Кронштадтский становился на молитву, авторитет его был так велик, что рядом с ним молиться считали честью и мусульмане, и иудеи, и буддисты. И все молились рядом. Вы знаете, вот совсем недавно владыка-метрополит 7 октября приезжал в город Краснознаминск поздравить военнослужащих космических войск с их праздником профессиональным. И он все пробовать начал со слов. Мы сейчас с вами находимся в храме. Поэтому я к вам обращаюсь, братья и сестры. Здесь нет ни воинских чинов, здесь нет ни представителей власти, здесь есть все братья и сестры. Поэтому, наверное, действительно, в храме все мы являемся братьями и сестрами. И по отношению к Богу мы являемся его сыновьями и дочерьми. Вот если мы вот так будем устраивать отношение к Богу, то я думаю, что многое в нашей жизни изменится положительную сторону. Ну что ж, наш эфир подходит к концу, и хотелось бы в заключении эфира, чтобы вы с неким напутствием, может быть, обратились к телезрителям, с которыми вы вот впервые так через... с помощью экрана, с помощью Одинцовского телевидения общаетесь. Прежде всего, мне хочется поблагодарить Одинцовцев за ту поддержку, которую они мне оказывают. Потому что я действительно эту поддержку чувствую. Я простой человек, да, и мне тоже бывает тяжело привыкнуть к новому месту. И действительно, спасибо тем, кто меня всегда встречал с улыбкой, встречает, продолжает встречать с улыбкой. Спасибо вам за это. Я надеюсь, что эта улыбка с ваших уст не пропадет и в дальнейшем, что вместе мы сможем преодолеть все трудности, которые, возможно, будут встречаться в нашей повседневной жизни. Мне хочется выразить слова благодарности отцу Нестору, который на протяжении очень долгого времени руководил Одинцовским благочинием и который, опять же, повторюсь, сделал такой задел прочности в некоторых вопросах социальной деятельности, образовательной деятельности и многих-многих вопросов других, что сейчас мы имеем некую возможность для того, чтобы, возможно, даже остановиться и подумать, как нам все это развивать дальше, потому что объем действительно очень большой. Поэтому всех вас, конечно же, призываю к тому, чтобы ваше мировоззрение основывалось на вере в Бога. Если стержнем нашей жизни будет вера в Бога, то все остальное, поверьте мне, наладится, и все остальное будет не так болезненно, как может нам показаться с первого взгляда. Еще раз спасибо. Спасибо вам. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был благочиной церквей Одинцовского округа Московской епархии священник Игорь Нагайцев. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. ОТВ.